Пухово. Село в Лискинском районе Воронежской области. Входит в состав Ковалевского сельского поселения. В первой половине 18 века островорские казаки переселились в степь, к востоку от города, и основали здесь несколько хуторов. Одному из них положил начало островорский казак Пухов. Семья Пухова была большой. В ее составе насчитывалось несколько взрослых мужчин. Семья выехала из Островорска и построилась в 24 верстах от города, в степи, при вершине Яра Печужного. По фамилии этой семьи и получил название хутор. В 1767 году в Пухове было 12 семей. Четыре из них носили фамилию Пуховых. В 1859 году на хуторе Пухове островорского уезда было 72 двора, жителей 329, церковь православная. В 1870 году около села положен железнодорожный путь из Воронежа на Ростов-на-Дону. Открытая в трех верстах к северу железнодорожная станция получила такое же название – Пухово. В дальнейшем вокруг нее образовалось соседнее село под названием Ковалева. В 1900 году насчитывалось 129 дворов, 859 жителей, 1322 десятины земельных угодий, два общественных здания, одна церковно-приходская школа, семь ветряков и две лавки. В 1930 году в Пухове был создан колхоз, который затем вошел в Ковалевское крупное хозяйство. Церковь Георгия Победоносца – православный храм Воронежской и Лискинской епархии, Воронежской метрополии, расположена в селе Пухово Лискинского района Воронежской области. Когда возникло село Пухово, довольно неизвестно, но при Питре I оно считалось совсем молодым и интенсивно заселялось. Благо, пустующей земли вокруг было все еще предостаточно. В 1767 году на Пуховом хуторе проживало 12 семей, и треть из них носила фамилию основателя. Во второй половине XVIII столетия места эти еще более оживились, так как через Пухово протянулась торговая дорога. Первопоселенцы Черкассы Пух, Голубь, Крамарь стали забываться. Их потомки носили уже более привычные нашему слуху фамилии – Пуховы, Голубовы, Крамаревы. Село быстро росло. В 1859 году в Пухово в 72 дворах проживало около 700 жителей. Архиепископ Дмитрий в архивных документах середины 1880-х годов отмечал, церковь в Слободе Пуховой Острогорского уезда, каменная, построена в 1860 году с пределом Петра, Алексия, Иона и Филиппа, московских митрополитов. Земли 27,5 десятин пахотной и 3,5 десятины отошло под линию Воронежско-Ростовской железной дороги. Прихожан 800 душ. Церковь Пуховцы и жители соседних сел возводили из местных материалов. Кирпич делали из глины, которую добывали в близлежащих оврагах и обжигали в специальных ямах, называемые горно. Готовый кирпич клали на известку, замешанную на куриных белках. Пожертвования натурой Пуховцы собирали по всей округе. И люди на это богоугодное дело, бывало, отдавали последнее. На рубеже 19-20 веков в разросшемся селе было два общественных здания, церковно-приходская школа, семь мельниц ветряков и две обязательные купеческие лавки с красным, то есть праздничным товаром, и с черным, каждодневным, бытовым. По документам Воронежской епархии за 1900 год в штате Георгиевской церкви числились священник Петр Петрович Животков и псаломщик Петр Григорьевич Замахаев. У церкви отмечено 22 десятиной земли, приход храма насчитывал 226 дворов, в которых проживало 1727 человек. После Октябрьского переворота 1917 года храм Георгия Победоносца в Пухово закрыли и использовали его как склад или зернохранилище. В годы Великой Отечественной войны Пухово пережило не один налет вражеской авиации. Немцы бомбили крупный железнодорожный и важный в стратегическом отношении узел Луписки, заодно прихватывая и близлежащие населенные пункты. В самом Пухово, недалеко от Георгиевского храма, оккупировавшее село Мадьяры хранили своих погибших. По воспоминаниям местных жителей, в их селе враг бесчинствовал. После освобождения Пухово селяне давали свидетельские показания и на основе их был составлен акт о зверствах фашистов и их пособников. Село было почти полностью разрушено. Пострадала и Георгиевская церковь. В нее не раз попадали и артиллерийские снаряды, и бомбовые осколки. Храм был разрушен. Вершина расстройки барабана разбита. Входы и огромные окна заколочены или затянуты пленкой. Сколько лет прошло со времен войны, но храм так и не возрождался. Мало того, не так давно некое частное лицо использовало здание церкви под склад. Но вот несколько лет назад в Пухово зарегистрировалась местная религиозная организация. И сразу дело сдвинулось с мертвой точки. 9 апреля 2011 года пуховцы дружно вышли поработать по очистке Георгиевской церкви от мусора. Первый шажок был сделан. Вокруг храмовых стен сейчас выросли строительные леса. И хотя окна и двери где-то заколочены, но в иных местах их уже застеклили и установили металлические решетки. Выщербленные стены в некоторых местах залатаны белым кирпичом. А у главного входа появились творчатые ворота. Во внешнем облике сохранились элементы старинного декора. Внутри церкви часть стен побелена. Прихожане принесли новые святые образа. Будем надеяться, что вскоре храм во имя Георгия Победоносца вновь засияет своими куполами. И в его стенах всякий страждущий будет вынимать в вечной истине. В Центральном архиве Министерства обороны хранится газета 309-й стрелковой дивизии «За родину» от 20 января 1943 года. В газете опубликован акт следующего содержания. Мы, ниже подписавшиеся, жители села Пухово, составили настоящий акт о зверствах немецко-фашистских войск по отношению к местному населению. Расстреляли бывшего председателя Горелого, Шпилева Михаила Ивановича и его жену, кандидатов члены ВКПБ, Егорову Ксению, Трунову Евдокию и еще два человека из другого села, фамилии которых установить не удалось. Пухову А.М. с двухмесячным ребенком держали голодной в подвале трое суток. Науменко У.А. 10 суток держали голодной в холодном помещении. Жуйкова В.М. Паринова Н.Ф. повесили. Пухлякову Е.Р. избили. 25 розг за то, что ругала председателя старосту. При отступлении убили гранатой 15-летнюю девочку Ксению Науменко. Настоящий акт составлен в селе Пухово Ковалевского сельсовета Лискинского района Воронежской области 17 января 1943 года. Подписи очевидцев перечисленных фактов. Махно Н.Ф. Волошина Е.А. Старчакова М.Д. Пухова О.Н. Щучинский плацдарм у берегов Дона чуть ниже Лисок. До начала Строгорско-Рассашанской операции остаются уже даже не сутки, а часы. У высотки 167 в снежных траншеях звонкую морозную тишину чутко слушают стволы башенных орудий, сгруппировавшейся для броска танковой роты гвардии старшего лейтенанта Петра Козлова. В командирской машине при тусклом свете бортового фонаря Петр пишет два коротких письма, последних в своей жизни. Одну сестре Анне на родину, в Великие Луки, другую в Воронеж, где в районе Схи обороняет город его однополчанка медсестра Мария Панченко. Сестре. Узнал из газет, что наши войска освободили Великие Луки. Вот и решил написать по нашему довоенному адресу. Может быть и найдет тебе это письмо. Что с отцом, с матерью? Как там мой маленький племяш Вовка? Напиши, как вы жили все эти годы. О себе сообщаю, что чувствую себя хорошо. Правда, два раза был ранен. Но это уже позади. Это письмо пишу тебе, сидя в танке. Извини за каракули. Иду громить врага. Будет жарко ему в сорокоградостный мороз от моего боевого оружия. Марии. Пишу в два часа ночи. Рядом противник, которого через часов пять буду жечь и давить. Трижды заклятого Мадьяра, Ганса и Фрица. Возможно, и не придется встретиться. После хорошего исхода сообщу. Друг Петр. Оба эти письма из кровавых снегов Придонья найдут адресатов нескоро. Сестра Анна получит свое летом 1943 года в партизанском отряде. Медсестра Маша Панченко в окопах Курской Дуги. И никто из них еще долго не будет знать, что это последние предсмертные письма к ним героя Советского Союза, получившего этого звания за бой у разъезда Пухова. Петр Алексеевич Козлов, 1919 года рождения. Командир роты танков КВ, отдельного гвардейского танкового полка прорыва, гвардии старший лейтенант, герой Советского Союза. Родился в деревне Малая Алешкина, Великолугского уезда Псковской губернии, в семье крестьянина. Образование среднее. Красная Армия с 1939 года. В 1941 году окончил Харьковское танковое училище. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 года. 14 января 1943 года танковая рота отдельного гвардейского танкового полка Воронежского фронта под командованием старшего лейтенанта Петра Козлова прорвала оборонительную полосу противника в районе села Щучье и, преследуя его, освободила Слободу, Петровское, села Коломытцево и Пухово, Лискинский район Воронежской области. В этих боях экипаж танка Козлова уничтожил 180 гитлеровцев, взорвал три зота, восемь противотанковых орудий, два САУ. Находясь в подбитом танке, два часа отражал атаки врага, пока не пришло подкрепление. Умер от ран 1 февраля 1943 года. Похоронен в месте боев близ села Пухово.